Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – создание мобильных приложений. У плана рассмотрим следующие вопросы. На какую аудиторию рассчитывать? С чего начинать? Какой тип приложений выбрать? Какую платформу выбрать? С чего начинать разработку и продвижение приложений? На какую аудиторию рассчитывать? Очень важно понимать, на какую аудиторию рассчитывать приложения. В Казахстане занимает ли девящие позиции в мире по объему проданных устройств? Но охват в городах-столицах уже сегодня позволяет проводить масштабные промо-акции, прочие активности. Количество пользователей смартфонов растет ежедневно. Более 500 тысяч мусульта не Алматы – это прогрессивные. Активные пользователи – это те покупатели, у которых 70% за доходом больше 80 тысяч тенге в месяц. Дальше трясающиеся новым – это больше 60% с высшим образованием и 75% возле 75-45% – это молодые и активные. С чего начинать? Какие задачи должно выполнять приложения? Например, и не только. Программа мотивации и лояльности, CRM-система, продвижение конкретного товара, услуги, автоматизация общения с клиентом, механика для промо-акции, демонстрация продукта, привлечение клиентов, оплата товара, услуг через приложение. Приложения особенно актуальны для следующих видов бизнеса. Производители автомобилей, бренды производителей модной одежды, торговые центры и магазины, производители продуктов массового спроса, интернет-магазины, курьерские службы, страховые компании, сети ресторанов, сети салонов, сети автозаправок, телекоммуникационные компании, игровая индустрия. Какое тут приложение выбрать? Веб-приложение или нет. Приложение. Здесь мы будем описывать преимущества и недостатки этих приложений. Веб-приложение. Преимущество. Одна платформа для всех устройств. Одно приложение для разработки, запуска и настройки. Зачастую это то, что необходимо и достаточно. Недостатки. Ограниченные возможности для взаимодействия с пользователем. Медленная работа. Нет распространения через магазины приложений. Функционал ограничен возможностями браузера. Нейти в приложении. К преимуществам относятся огромный выбор технологий и возможностей для создания. Быстрая работа. Распространение продвижений через магазины приложений. Недостатково относятся. Несколько платформ для разработки. Нужно разработать, наладить и запустить несколько версий приложений. Не является необходимым для некоторых компаний. Пример веб-приложении. Это газета Financial Times. Там предусмотрены следующие жесткие условия компании Apple для издателей. Сложная структура. Эти условия подтолкнули издательство к логическому решению сделать независимые веб-приложения. И этим самым они добились огромного успеха среди мобильных читателей. Время, проведенное на странице зданий, в три раза больше. Количество просмотренных страниц в два раза больше. Около миллиона читателей. Приложение. Нейти в приложении. Volkswagen. Конфигуратор модели авто. Использование 3D технологии. Возможность работы без интернет-соединения. Все модели Volkswagen со всеми возможными опциями. Сравнение собранных вариантов по критериям. Преводительный заказ собранной модели. И даже оплата. Требование к приложению не помещало стандартные функции веб-браузер. То есть смартфон и компания приняла решение сделать одно предложение. И этим самым компания добивается успеха. Более 4 миллионов скачей. Более 30 тысяч собранных моделей отправленных дилерами. И соответственно рост продаж. Какую платформу выбрать? Существует огромное количество операционных систем и производителей мобильных устройств. Идивающие позиции в мире. И даже в России занимают две платформы iOS и Android. Устройства на базе iOS и Android. Это iOS и iPad. iPhone. iPhone. Один из самых популярных брендов в нашем времени. Android. На всяком случае. HTS. Samsung. Motorola. LG. Операционная система. Google. Более 400 форм-факторов. Стоимость от 5 тысяч рублей. Набор используемых технологий в современных мобильных устройствах позволяет практически без ограничения осуществлять любую идею. С чего начинать разработку? Значит, в первую очередь, планируемые стратегии, креатив, архитектура и функции. Какие бы задачи ни стояли перед приложением, необходимо четко спланировать его разработку, запуск и развитие. Это определит успех программы. Первым атаком определяется цель бизнеса, который достигнут при помощи мобильного приложения. Также важно разработать стратегию развития мобильного канала вашей компании. Приложение может быть обновлено в любой момент и нет необходимости сразу запускать большое и тяжелое приложение. Мы рекомендуем начать с малого, но полезного для потребителя далее наращивать функционал приложения. Следующим шагом разрабатывать архитектуру и функцию будущего приложения. Как она будет работать, с каких разделов состоять, какие технологии использовать, как будет связано с сервером хопания, куда выгружать информационные потребители и так далее. И только после этого планирования можно переступать к программной разработке. На этом этапе в первую очередь создается дизайн интерфейса. Если это необходимо, то проводится тест на юзибилити, на прототипе приложения. Значит этапы разработки это подготовка, проектирование, далее создание, туда входит дизайн, кодирование, термин, документирование и поддержка. Это внедрение и сопровождение. Значит средства разработки для iOS Objective, Swift, iOS Developer Program, для Android это Java, Eclipse, IntelliJID, AdBase. С чего начинать разработку? Данный вид промо к приложению. Данный вид мобильных программ для многих компаний является своевременной рекламой и дорогой и достаточно быстрой. Они предполагают и не навязывают множество разнообразных функций, а наоборот несут простую, но в то же время яркую идею. Это привлекает владельцев мобильных телефонов. Компания Zippo, одна из первых компаний, которая выпустила подобные приложения. Это была виртуальная сожигалка приложения Virtual Zippo. Она имитировала поведение настоящей, можно было выбрать понравившийся дизайн из коллекции. Программа получила более 190 тысяч образов и комментариев пользователей. В полтора года программа была в числе лучших приложений США. Продвижение приложений. Потребители получают приложение в свой свой smartphone, скачиваемый со специального веб-сайта маркета приложений. Это App Store для iPhone и iPad и Play Market для всех Android устройств. Возможно продвижение приложений на этих маркетах. Выводы в топ-10 бесплатных приложений. Выводы в топ-10 по категориям. Поддержание в рейтинге приложений на желаемых позициях. Компания сроком от недели. Также приложение распространяет через другие носители, путем размещения ссылки на приложения или отправки смс-потребителей. Возможно продвижение через специальные сайты с рейтингами и обзорами приложений. Через страницы социальных сетях и другими способами. Спасибо за внимание. Сегодня мы проходили тему создания мобильных приложений. Вкратце мы изложили, что нам понадобится для создания мобильных приложений. Продолжение следует...